МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомер называл этот остров Элизийскими полями. Он считал, что здесь обретаются души умерших героев. Древние римляне называли его Невария. От латинского слова Нивис, что значит снег. А местные аборигены называли его просто Белая гора. Тене. Белый, рифе, гора. Мы на Тенерифе. Здравствуйте, Буэнос Диас. Это программа Планета собак. Я совсем не случайно начал сегодня путешествие у этих черных утесов, которые называются Акантильяда де Лос Гигантас. Приехать на Тенерифе и не увидеть скалу великанов просто невозможно. Непростительно. Местным жителям эти отвесные базальтовые скалы напоминали спины великанов, поддерживающих вулкан Тейде. Отсюда и название. К сожалению, полюбоваться долго на этих гигантов мне не удалось. Стремительно стемнело, и мрачное море, так когда-то называли Атлантический океан, неожиданно превратилось в жидкое золото. И по золотым сверкающим волнам заскользили черные фигурки отчаянных серфингистов. А потом вдруг так же стремительно рассвело, как и стемнело, и золото вдруг превратилось в расплавленное серебро. Планета собак – это необыкновенное путешествие по собачьему миру. Сколько на планете пород? Столько же стран, городов, областей, островов? В нашей программе мы рассказываем о собаках и собачьей географии. В Бельгии мы вам рассказывали о бельгийских овчарках. В Америке, естественно, расскажем об американских. В Австралии об австралийских овчарках. Но сегодня мы на Канарских островах, и рассказ наш будет сразу о двух канарских овчарках – Лабитто и Гарафьяно. Сегодня нас ожидает встреча с собаками, которых практически никто не видел. Мы не только познакомимся с уникальной горафийской овчаркой, но и научимся пасти кос. Ни в коем случае собака не должна вцепиться в ногу козла и держать, хватать его, драть. А потом мы познакомимся с Лабитто – волчьими собаками, которые совсем неизвестны за пределами Канарских островов. Может быть, поэтому они сохранились в первозданном виде. И, наконец, сможем пообщаться с самыми маленькими представителями этой редчайшей породы собак. Вообще их просто называют лоба, то есть волк. Если вы спросите меня, есть ли у меня какое-то общее впечатление от острова Тенерифе, я вам отвечу. Это рай для всех, но в особенности для людей преклонного возраста. Правильнее было бы сказать для людей непреклонного возраста. Так неудержимо и непреклонно они все время куда-то идут. Мало того, что они идут, они еще пытаются плыть. Правда, не всегда успешны. Но единицы, единицы могут усидеть на скамейках. А все остальные заняты делом. Игра в петанг – такое прекрасное развлечение, особенно под этим самым ласковым солнцем в мире. Здесь на Тенерифе температура никогда не поднимается выше 30 градусов. И все время дует ветер. Ветер приключений и странствий. Вот, наверное, поэтому все они и идут. Поверьте, на Тенерифе можно идти практически в любую сторону. И повсюду вас будут ждать удивительные открытия и невероятные впечатления. Но нас прежде всего интересуют собаки. Я иду на встречу с интереснейшим человеком. Зовут его Дон Хуан Капотте Альварес. Говорят, что здесь, на острове, он ведущий специалист. Вы думали, по собакам? Нет, по козлам. Но у него еще есть собака редчайшей породы – Гарафьяно. А вот этот замечательный человек, Дон Хуан. И вот она, я так понимаю, это Гарафийская овчарка. Буэнос диез, Буэнос диез, Дон Хуан. Здравствуй, здравствуй. Да, точно. Это и есть. Да, та самая Гарафийская овчарка. Да, я очень рад тебя тоже видеть. Да, спасибо тебе, что ты нас встречаешь. Вы сейчас находитесь на территории Канарского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Мы работаем в основном с козами, но и с собаками тоже. Дон Хуан, на ваш взгляд, как вы охарактеризуете эту собаку? Коротко. Я считаю, что эта порода очень умная, уравновешенная и добрая. Это основные черты ее характера. Когда мы еще только собирались посетить Дона Хуана Капотте, наши друзья, канарские кинологи, предупредили, что Дон Хуан – человек на Канарских островах очень известный, именитый, и называть его нужно непременно Дон. И никак иначе. А Дон Хуан оказался человеком очень простым и удивительно открытым. Чтобы не терять время и даром, он сразу же предложил посмотреть работу в Гарафийской овчарке, которую здесь на острове называют просто Гарафьяну. Ну что ж, посмотрим. Да, кажется, это не собака, а болит Формулы-1. Основная задача пастушьей собаки – это держать стадо в сборе. То есть собака должна собрать всех коз в одно место, после этого или остановить их на одном месте, чтобы стадо стояло, или погнать их в определенном направлении. Когда собака работает, то она издает очень громкий лающий звук, такой пронзительный. Ну, во-первых, она пастуха оповещает о том, что работа сделана, а во-вторых, не дает, так сказать, дремать козам. Еще один интересный момент – как собака собирает стадо. Если какая-либо коза отбивается от стада, то собака делает вот такое вот щепковое движение. Собака не кусает, вернее, не сильно кусает козу. Сильно кусать козу нельзя, это считается недопустимо в работе пастушьей собаки. А собака вот чуть-чуть вот говорит, куда пошел, как тебе не стыдно? Ни в коем случае собака не должна вцепиться в ногу козла и держать, хватать его, драть. Нет, это вот даже есть такое понятие в фенологии, называется щепковый хват. И, между прочим, у русских гончатников морда собаки называется чипец. И у борзых то же самое. Вот какая интересная особенность. Конечно, это не борзая собака, это настоящая пастушья, то есть овчарка. Этой собаке очень тяжело просто устоять на одном месте. Она реагирует на малейшее движение, которое происходит за ее спиной, рядом с ней. И это очень активные собаки. В принципе, вот такой вот активный образ жизни. С одной стороны он хорош, с другой стороны собака очень быстро устает. И мы сейчас должны прерваться и сделать перерыв прежде всего, чтобы дать отдохнуть собаке. А горофийская овчарка, похоже, и не собиралась отдыхать. Но все равно пора в путь. Никогда не смогу привыкнуть к этому золоту, серебру и лазуре, которые сразу же встречают себя, куда бы ты ни шел. Мы на минутку покинули Дона Хуана и приехали в гости к человеку по имени Лоренцо. У него дома живет обычная горофийская овчарка, которая является собакой-компаньоном. Вот она, горофийская овчарка. Меня зовут Григорий, я прилетел с планеты собак. Очень приятно, очень приятно. Григорий. Вот, кстати говоря, это очень показательный момент. Грофийская овчарка, она не только может пасти овец. Когда эта порода восстанавливалась, в ней закладывалось такое качество, как собака-компаньон. Эти собаки в обязательном порядке должны были быть, во-первых, добрыми, во-вторых, легко управляемыми. И самое главное, они спокойно и легко должны были адаптироваться к жизни в доме. Вообще, эта собака может жить неважно. В доме, в вольере самое главное, чтобы с ней гуляли и уделяли ей как можно больше внимания. Эта собака является еще и собакой-нянькой. Для детей это, наверное, самая любимая игрушка. Она очень любит их, и поэтому она очень спокойна и терпима. И дети могут с ней делать все, что хотят, к обоюдной радости. Счастливые дети, счастливые собаки. Я же говорю, рай. Есть места на свете, где люди просто не имеют права быть несчастливыми. Впрочем, и собаки тоже. Есть две версии происхождения этой породы. По одной из них, эта собака появилась на острове Ла Пальма, что недалеко отсюда. Говорят, что жила она здесь с незапамятных времен. И прежде всего, занималась тем, что помогала людям пасти овец. По второй версии, когда в 1334 году сюда приплыли первые европейцы, они привезли с собой и своих пастушьих собак. И горофийская овчарка получилась путем сложного скрещивания европейских собак с местными. Как именно появилась на свет эта порода, сейчас, по всей вероятности, мы узнать уже не сможем. А мне снова пора в путь. И опять передо мной долина Аратавы. Посмотрите, как она прекрасна. И опять улицы и закоулки, которые утопают в цветах. Ах, если бы было возможно донести до вас, дорогие мои телезрители, это настоящее буйство запахов, когда воздух кажется таким плотным, что его можно потрогать. И опять знакомая улица Лаоия. Здесь живет наш добрый друг, сеньор Педро Мирандо, президент клуба канарских собак. Он уже много лет занимается разведением собак породы лобита. Если честно, я пребываю сейчас в каком-то священном трепете. За такой короткий промежуток времени увидеть две породы собак, о которых нет даже информации в интернете, я уже не говорю об изображениях. А вот это собаки породы лобита и реньо. Происходят они с одного из островов канарского архипелага. Вообще их просто называют лоба, то есть волк. Пока они не признаны Международной кинологической федерацией, но, как говорят, на следующий год этот вопрос должен быть решен положительно. И в Испании появится еще одна порода. Хотел сказать испанских. Нет, прошу прощения, канарских собак. Лоба, то есть волка. Надо сказать, что сеньор Миранда относится к этим собакам, но если не с трепетом, то с какой-то нескрываемой нежностью. Он рассказал мне, что никто не знает, откуда появились эти собаки. Ясно одно, они очень-очень древние. Вот одна из загадок канарских островов. Вроде как, как утверждают, по крайней мере, историки, здесь до прихода испанцев жили гуанчи. Жили они в пещерах, возделывали землю примитивными орудиями, орудиями труда. Но интересно, у них были две разновидности собак. Одни вот эти вот, лоба. Это пастушьи собаки. И были собаки махареро, которые непосредственно охраняли эти стада и жилища людей. Вот непонятно. Если это были такие примитивные люди, то как же они? Во-первых, откуда у них взялись эти собаки? Это раз. И второе. Как они смогли вывести породу, потому что, в принципе, рабочие качества эти собаки передавали с поколения в поколение. А это один из признаков того, что эта собака может называться породой. Как они до этого додумались? Эти примитивные гуанчи непонятны. Ну а сейчас еще одно невероятное приключение. Синьор Миранде разрешил мне отнести щенку флобита на травку. Вы представляете, такие малыши, а уже вполне самостоятельные. Пищат, конечно. Но еще бы пять минут назад они грелись о теплый материнский живот. А теперь надо ползать, прокладывать себе дорогу в этом неизведанном мире. Да еще какой-то дядька с непонятным запахом все время норовит потрогать и потискать. Должен сказать, они держатся с удивительным достоинством. Любопытно, но в 28 дней, а этим щенкам сейчас именно столько, они достаточно активны. Как утверждает владелец этих замечательных собак, в принципе, вот такие вот они одни на белом свете. Ну, здесь, наверное, я поверю в это, потому что если эта порода является непосредственным потомком волкообразных собак, а может быть, и непосредственно самих волков, то это вполне вероятно, потому что хищник должен взрослеть быстро. Да. Привет, хищник, привет. Здравствуй, мама. Я не обижал твоих детей. Нет, не обижал. Нет, ты не думай. Ну, давай, может быть, мы с тобой познакомимся? Посмотрите, какое интересное поведение у мамы сейчас было. Она проверила по запаху всех щенков, удостоверилась, что с ними все в порядке. Обнюхала меня и только после этого пошла по своим делам. Она сейчас скоро вернется, но вот интересно, она проверила всех щенков по запаху, она их пересчитала. Вот и папа. Интересно, как мы, люди, похожи на собак, волков. Вот вы посмотрите, сейчас произошла встреча мамы и папы. Мама подбежала, говорит, здравствуй, дорогой, как я тебя давно не видела. Ты с работы? Да, говорит, я с работы, я там охранял дом. Ну, и чего нового, чего интересного? Может быть, купил чего? Да нет, все нормально, все в порядке, дети накормлены. Вы посмотрите, это, в принципе, сцена из нашей с вами жизни. Нужно только чуть-чуть повнимательнее присмотреться. Как правило, суки кормят щенков, ну, где-то до полутора месяцев, хотя иногда бывает и подольше, до двух месяцев. В принципе, щенка от матери можно забирать, начиная с 24 дня, хотя большинство заводчиков рекомендуют это делать в возрасте полутора-двух месяцев. В любом случае, вот сейчас этим щенкам 28 дней. Они, в принципе, уже готовы к самостоятельной жизни, они уже интересуются окружающим их миром, и, что самое главное, они уже заинтересованы в общении не только со своей мамой, а еще и с человеком. Удивительно, находясь среди этих почти первобытных собак, оставаться вполне современным человеком. Все время такое ощущение, что две эпохи, как два облака, вдруг столкнулись на огромном небосводе времени. Что-то подобное я испытывал, когда попытался пообщаться в Южной Африке с дикими собаками, когда я чувствовал, как же хочется им подойти поближе, понюхать мою ладонь и, может быть, даже лизнуть ее. Но вся история, вся пропамять этих древних собак подсказывает им, что я могу быть опасен. И как же, наверное, трудно отдомашнить подобных собак объяснить им, что человек не самый опасный зверь на этой планете. А говорят, что у собак нет любви, любви друг к другу. Есть только инстинкты, может быть, какая-то привязанность. Ничего подобного. Вот эта вот суха уже давно оттекла. А кобель, когда к ней подбежал, он ее поцеловал. Он спросил, как у тебя дела, родная? Как у тебя дела, милая? Хорошо ли ты себя чувствуешь? Наверное, нам, людям, иногда стоит поучиться вот такой вот простой нежности у наших братьев меньших собак. Я всматривался в лица этих собак и видел, как мне казалось, далеко-далеко. Далеко-далеко вглубь времени, в бесконечность пространства. Когда в этих местах не было ни людей, ни дорог, ни домов, ни автомобилей, а эти собаки уже были. Я всматривался в глаза этих крошечных пушистых комочков, и мне казалось, что я смотрю в глаза вечности. Интересно, что у многих пород собак белый цвет считается неправильным. Но если это не брак, то это серьезный изъян. И вообще мне доводилось слышать, что в природе белый цвет, он не жизнеспособный, что, мол, он плохо поддается маскировке. А нет, оказывается, ничего подобного. Ну, во-первых, вот у этих волкообразных собак белый окрас у щенков, и у взрослых собак, между прочим, тоже допустим. У других, я знаю, волкообразных собак тоже это не считается изъяном. Между прочим, человек, который создал немецкую овчарку. Фамилия его фон Штефанец. Так вот, когда он начинал разводить первых немецких овчарок, он получил две линии этих собак. Одни были белого окраса, а другие – зонарного. В принципе, вот такого вот серо-волчьего. Фон Штефанец, правда, решил идти по пути волчьих собак, волчьего окраса. Но потом от белых собак получилась другая порода – швейцарская овчарка. Так что белый цвет, он не только красив, но и жизнеспособен. По крайней мере, именно этот помет служит доказательством тому, что из четырех щенков один – белого окраса. Это абсолютно нормально. Чтобы рассказать о стандарте этой породы, мы покинули питомник и приехали сюда, в этнографическую деревню. Здесь воссоздан быт тех самых гуанчей. Точно так же эта деревня выглядела 500, 600, а может быть и 700 лет назад. Что любопытно, и собаки эти практически не изменились с того времени. Рядом со мной человек номер один в канарской кинологии. Зовут его Рикардо Арамос. Мы попросим его рассказать о стандарте этих собак. Синьор Арамос, расскажите, пожалуйста, о стандарте. Я не стану говорить, испанская эта порода или нет. Пусть этим занимаются специалисты, но она издавна использовалась пастухами. Скажу только, что лобита нельзя соотносить с другими волчьими собаками, немецкими или чешскими. Они имеют свою индивидуальность. Мы не можем точно сказать, осталось ли в них что-то от предков, но, по-видимому, осталось много, потому что маленький остров, их родина, был изолирован. Когда-то мир заканчивался на западе этого острова. Время от времени в пометах появляются белые щенки. Они очень ценятся среди пастухов, особенно смешанных стад, состоящих из кос и овец, так как имеют более густую шерсть и могут использоваться на островах с низкими температурами. Они редкие, но допустимые. Есть же белые волки. Глядя сейчас на этого белого щенка, я почему-то вспомнил... Помните, как у Сеттона Томпсона лобо-белый волк? Наверное, на взгляд человека у волка множество достоинств, но и хватает недостатков. На мой взгляд, у волкообразных собак есть самое главное. Они умеют любить и умеют дружить. Когда сука выкармливает щенков, она никогда от них не отказывается. Точно так же они очень преданы своим хозяевам. И это, наверное, их главная отличительная черта. Любопытно, что вот хвост у этих собак всегда находится между ног. Человек, не сведущий, может принять это за испуг. На самом деле, это осторожность. Это не просто игра слов какая-то, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Во-первых, в живой природе, в дикой природе всегда выживает осторожный, бесшабашный и гибнут быстро. А вот эти собаки, они привыкли оценивать ситуацию, оценивать человека. Может быть, поэтому они сохранились в первозданном виде. Не прошло и нескольких часов, а я снова в гостях у Дона Хуана. И мы отправляемся по стекоз на горные склоны. Как же не похожа графийская овчарка на своих земляков, волкообразных собак. Какой разительный контраст. Как это удивительно, узнавать собак и перемещаться с ними во времени. Посмотрите, посмотрите, как же лихо управляется эта собака со своими подопечными. Как будто специально, чтобы продемонстрировать нам свое умение, она сначала загнала кос на небольшую горку, дала им там побегать, попрыгать, а потом собрала их в стадо и так же стремительно и уверенно погнала их на другое пастбище. Когда смотришь на все эти перемещения, понимаешь, что без такой собаки пастухам просто не обойтись. Попробуйте-ка взбежать на горку с такой же скоростью, с какой сбежала только сейчас графийская овчарка. Уверяю вас, ничего не получится. Еще долго придется восстанавливать дыхание. Вот козлы теперь ушли на пастбище, у нас есть время немножечко пообщаться с этой прекрасной псиной. Зовут ее Лоло, ей три года, и эта собака помогает в исследовательской работе, которая ведется в этом научном центре. Работяга до мозга костей. Вот интересно, канарцы долгое время на графийскую овчарку как на породу не смотрели. Например, над канарским догом тряслись. Ну как же, выставляли на бои этих собак, деньги на них зарабатывали. А это так считалось, что крестьянское недоразумение. Вот, кстати говоря, из-за такого отношения графийскую овчарку чуть и не потеряли. Просто эту собаку, эту породу захотели улучшить. И в середине 50-х годов начали этих собак скрещивать с тогда очень популярными немецкими овчарками. Как ни странно, в результате этих опытов порода была практически потеряна. Эти метисы от графийской немецкой овчарки давали очень злобных щенков, которые проявляли агрессию как к скоту, так и к человеку. А это недопустимо для пастущей собаки. Пошли. Да. Побежали, побежали, побежали. Лола, Лола, Лола! Лола! Ах, какое же это счастье носиться с этой собакой в этой высокой траве, такого невероятного цвета, которого, кажется, и в природе быть не может. Только на картинках импрессионистов. Какое же это счастье узнавать мир и его обитателей? Неважно, кто это, собаки или люди. Какое счастье идти рядом с Доном Хуаном и разговаривать обо всем на свете. О козах, о травах, о собаках. Дон Хуан Капотте – настоящий энтузиаст, подвижник. Вот уже многие годы он руководит своим собственным сельскохозяйственным институтом. Работает над улучшением местной породы коз и обожает собак. Разговаривая с ним, я еще раз убедился в том, что человек не может жить в отрыве от природы. Отрываясь от нее, он в каком-то смысле перестает быть самим собой. Мы прощаемся с Канарами, с этим островом Тенерифа и с этим благословенным местом под названием Техино. К сожалению, мы вынуждены проститься с нашим новым другом – Доном Хуаном Капотте. И к моему великому сожалению, мы должны сказать до свидания этой замечательной породе под названием Горофийская овчарка. Эти собаки очень похожи на сами канарцев, потому что они такие же трудолюбивые. Ведь собаки – это правдивые зеркала, в которых отражаются наши характеры, поступки, достоинства и недостатки. Девиз нашей программы «Хотите лучше узнать людей?» – побывайте на планете собак. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok